Приветствую, дорогие друзья! С вами Павел Дугин и FalconEyes. Сегодня я продолжаю рассказывать, как начинающему фотографу работать в фотостудии. Постоянный свет, в отличие от импульсного, горит постоянно. Подробно о разновидностях устройств у нас на канале был ролик, можете посмотреть. Сегодня поговорим о том, как применить начинающему фотографу постоянный свет, чтобы сразу получить хороший портрет фотостудии. Итак, фотостудия – это помещение, которое сдаётся в аренду под определённые фотозадачи. Многие фотографы любят снимать с дневным светом. А это, внимание, спойлер, тоже постоянный свет. Во многих студиях есть окна, и вы можете выбрать подходящий зал в нужное время. Тут всё предельно просто. Узнаёте у администраторов, в какое время может быть лучший свет в зале. Или, к примеру, когда закатное солнце светит в окно и бронирует его. Маленький лайфхак. Посмотрите прогноз погоды накануне съёмки. В дождь вы вряд ли увидите солнечные лучи через окно. Продумывайте образы, собирайте референсы, планируйте где, что, в каком месте будете снимать. Можно заранее приехать и посмотреть студию. Обычно договориться с администратором об этом проблем нет. Зайдя в зал, вы настраиваете экспозицию в зависимости от количества света в зале. Обычно я рекомендую не ставить выдержку ниже 1,02 секунды. И лучше компенсировать недостачу света увеличением ISO, так как немного шума лучше, чем смазанный снимок. Если, конечно, вы специально так не задумали, а объектив у вас не светосильный. Чем ближе к окну, тем интенсивность света будет больше на лице модели. Чем дальше от окна, интенсивность света меньше. И мы подстраиваемся под это, меняя экспозицию в процессе фотосессии. Также следим за светотенимым рисунком, позой и ракурсом. Стараемся подчеркнуть достоинства модели и скрыть недостатки. Павел Владимирович, но если мы говорим про коммерцию, ее достаточно сложно подстроить под дневное время. Плюс не забываем, что зимой достаточно короткий световой день. Верно, если с импульсным светом все более или менее понятно, так как он в большинстве случаев входит в стоимость аренды зала, то за постоянный свет во многих студиях нужно доплачивать отдельно. Плюс постоянный свет есть далеко не во всех студиях, а там, где он есть, выбор источников и их вариации со светоформирующими насадками может быть ограничен. Опять же, смотрите наш ролик про постоянный свет. Поэтому заранее позвоните в фотостудию и уточните стоимость аренды постоянного света, какой тип источников у них есть и какие насадки есть в наличии. Я понимаю, что хочется сходу забронировать, приехать и снять, но пока не наберетесь опыта, заведите себе правило звонить в студию и уточнять все детали. И обязательно максимально подробно планируйте съемку, особенно коммерцией. Павел Владимирович, но если мы говорим про постоянный свет, то какой лучше подойдет в студии фотографу? В первую очередь мне важна возможность менять светоформирующие насадки, так как на одной съемке мне может понадобиться и мягкий, и жесткий свет. Поэтому я предпочитаю моноблоки с возможностью установки насадок. К примеру, если в фотостудии импульсный источник света с байонетом Bones, а мой постоянный свет Falcon Eye Studio LED 200 Bicolor с таким же байонетом, значит почти все насадки, которые есть в студии для импульсного света, подойдут и на постоянный. Помимо байонета, мне важно наличие трех кнопок на постоянном свете. Это включение-выключение, регулировка мощности и возможность менять цветовую температуру. Falcon Eye Studio LED 200 Bicolor успешно справляется с моими запросами. Классический портрет я начинаю с одного источника с мягкой светоформирующей насадки, Softbox или Octobox. Чем больше ее размер, тем лучше. Источник света я устанавливаю под углом 45 градусов, примерно в двух метрах от модели. Важно, центр Softbox должен смотреть на носик модели. Затем настраиваю цветовую температуру, экспозицию и снимаю. Плюсы постоянного света. Можно не бояться, что будут проблемы с синхронизацией под вашу камеру, как бывает с импульсным светом. Можно даже снимать на любую мульницу или телефон. Свето-теневой рисунок виден сразу. Минусы. Весь лишний свет в студии надо отключать, так как он нам помешает. Мощность слабее, чем у импульса. Резкость картинки хуже, чем у импульсного источника, так как вспышка за счет короткого импульса лучше замораживает объект. И еще один жирный плюс постоянного света – это возможность снимать и фото, и видео. И не надо менять вспышки на постоянный свет, особенно, когда мы снимаем контент, где нужно сфотографировать сначала фото, а потом записать рилс. Верно. Кстати, еще один важный технический показатель постоянного света – это индекс цветопередачи – CRI. У Falcon Eye Studio LED 200 Bicolor он составляет 95%. Это значит, что цвета и оттенки объекта в кадре будут иметь правильную цветопередачу. А в каких случаях нам может потребоваться и импульсный, и постоянный свет одновременно? О, это интересная тема. К примеру, съемка с проектором, когда на фон проецируется заранее подготовленная картинка, а лицо модели подсвечивается импульсным светом. Или новогодние фотографии, когда вспышка импульса не убивает атмосферу интерьера студии, заливая все светом. Или работа с цветными фильтрами. В общем, это отдельная тема для разговора, на следующем уроке про нее и поговорим. Надеюсь, было интересно и полезно. С вами был Павел Дугин и Falcon Eyes. Пока!